Вы знаете, несколько высказываний, вот Винодел пишет, что где те лидеры, которые поведут за собой народ, и где они сейчас? Олег Слободянюк пишет, лидеры всех убили, посадили, пока русский Иван спал. Инга, не осталось в Раше таких, как Валерия Ильинична, или умер, или убит. Дорогие мои, вы остались в России. Те, кто понимает ситуацию, видит ее, готов защищать себя, по крайней мере. Ситуация с Валерией Ильиничной во времена Советского Союза была значительно хуже, поверьте. Лерочка ходила, разносила листовки по почтовым ящикам, сама, написанные от руки. Там ксерки, знаешь, нельзя было использовать, это было опасно. И народ не очень поддерживал, почитайте «Прощание славянки», ее книгу. Ее постоянно сдавали эти самые граждане, которых она защищала. Лидеры рождаются не потому, что вот гениально сложились такие обстоятельства, и появляется такой бесстрашный лидер. Лидеры рождаются потому, что в них возникает потребность. Сегодня есть эта потребность. И это не правда, что всех убили. Всех невозможно убить. Многих убили и Галю Старовойтову, и Сергея Ершенкова. Многих. И Немцова, Борю. Вот, но не всех. И сейчас много фальшивых лидеров. Вот как Навальный, не только Навальный. Вот. Но это уже умение отличать там настоящего лидера от фальшивого. Но вот я для этого присутствую здесь, помогаю вам это сделать. Вот, лидеров достаточно. В тот момент, когда они понадобятся, они окажутся на улице. От вас зависит, когда этот момент наступит. Ну, сегодня от региональных элит очень долго зависит, как они будут, так сказать, сопротивляться. Это, ну, теперь уже просто убийство. Это мобилизация, это мобилизация для уничтожения народа. Вот. И слава Богу, в разных регионах, в разных местах России сопротивление этому там осуществляется. Так что не надо отчаиваться, с лидерами все в порядке. Я вернусь, в случае чего, если не будет хватать молодых действенных лидеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok